Всем привет друзья, добро пожаловать на мой ютуб канал, меня зовут Бережненко Валера и это второе видео художественной обработки фотографии. Сегодня я буду делать вот такую классную картинку под названием русалка, это по аналогии с мультфильмом. Итак, обработку разделил на несколько этапов. Первым я займусь моделью и добавлю ей хвост, покрашу волосу и вручу трезубец. Во втором этапе я помещу ее на фон и добавлю акулу, затем на фон добавлю шум и мелких деталей. И в третьем этапе все остальное, то есть цвет, цвет и пузырьки. Давайте приступать, открываем наш фон, а следом за ним и модель. Затем аккуратно инструментом перо делаем обтрапку модели. Так как этап выделения занимает много времени, я ускорил видео до 10 секунд. После того как я выделил, кликаю правой кнопкой мыши и создаю векторную маску. Нажимаю два раза по маске, чтобы сделать для нее растушевку края в 1.8 пикселей и поправляю опорной точке ее. Затем в корректирующих слоях выбираю цветовой баланс и добавляю его как обтравочную маску к слою с моделью. И крючу слайдеры в холодные тона. Далее я перехожу к добавлению хвоста и верхней части купальника. Кидаю хвост на наше полотно и подгоняю по размеру с помощью свободного трансформирования. А с помощью кисти и маски, меняя прозрачность и размер первого, довожу его до ума. Как видите верхняя часть купальника белого цвета и чтобы она не отличалась от хвоста, я решил сделать ее такой же как и хвост. Копирую слой с хвостом и подгоняю по размеру. Вскрываю маску, залив ее черным цветом и мягкой кистью рисую по купальнику. Затем уменьшаю прозрачность слоя до 54%. Теперь создаю новый слой и на нем черной мягкой кистью с прозрачностью в 4%. Прорисовываю объем груди. Так, с помощью кисти, которую я скачал заранее, добавляю локоны волос. С зажатой клавиши Alt кликаю на цвет там, где я буду добавлять волосы. И он появляется как основной цвет в панели инструментов. На новом слое инструментом кисти добавляю локон и подгоняю его с помощью свободного трансформирования. А лишнее удаляю с помощью маски. Копирую и уменьшаю слой. И помещаю его чуть выше. То же самое проделываю и с правой стороной, выбрав туда другую кисть. Объединяю в один слой и применяю к нему размытие. По гауссу в полтора пикселей. Создаю новый слой как обтравочную маску к волосам. Выбираю цвет ближе к оранжевому оттенку и рисую по ним. Чтобы покрасить все остальные волосы, я создаю еще один слой и тем же цветом рисую на нем. Затем прозрачность этих двух слоев уменьшаю до 61%. И аккуратно мягкой кистью с прозрачностью в 20% прохожу по краям. Теперь трезубец, который я смоделировал, аккуратно передаю ей в руки. И применяю здесь все стандартные действия свободного трансформирования. Затем добавляю кривую, подгоняя его цвет. После помазки прорисовываю руку и на новом слое добавляю тени. След за трезубцем вставляю акулу. Ее выделяю тоже с помощью пера, только здесь в контекстном меню выбираю выделить область. Применяю маску и иду во вкладку выделения. Здесь выбираю пункт выделения и маска. И настраиваю так, чтобы наша акула вписывалась в нашу картину. Объединяю все слои с нашей моделью в одну группу «Русалка». Создаю новую папку и в ней два корректирующих слоя кривых. Один светлее, другой темнее. Затем кистью с прозрачностью в 10% делаю так называемый «Dodge & Burn». Теперь переходим к заднему фону и создадим мелкий мусор с планктоном. Создаю новый слой с черным цветом и добавляю фильтр «Шум» с параметрами «Эффект 80», «Распределение по гауссу» и поставим галочку на монохромный. Затем применяю фильтр «Размытие по гауссу» в 1,5 пикселей. В параметрах наложения выставляем линейный осветлитель, а в прозрачность на 8%. Так мы добавили мелкие детали. Теперь, чтобы добавить крупных деталей, я скопирую этот слой и выберу в параметрах наложения «Экран» и непрозрачность увеличу до 100%. Добавлю как обтравочную маску, корректирующий слой уровней, в котором черный слайдер сдвину вправо, примерно к центру, а белый чуть влево. Сверху добавлю еще один слой и поставлю ему непрозрачность в 5%. Затем объединяю все в одну группу, задний план. Дальше переходим к добавлению пузырьков. Вставляю изображение с пузырьками в режиме наложения экрана и убираю лишнее с помощью маски. То же самое проделываю со вторым изображением. И в заключение добавляю третий слой с режимом наложения перекрытия и прозрачностью в 50%. Затем добавляю кривую и немного затемняю фон с помощью маски. Далее объединяю все слои в один с помощью команды Ctrl-Shift-Alt-E и перехожу в фильтр Camera Raw. Здесь я дорабатываю цвета на свой вкус и добавляю шума и виньетку. Ну вот и все, картинка готова. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Бережненко Валера. До новых встреч!